Божья цель не в том, чтобы у вас было все совершенное, и вы никогда в жизни не ошибались. Его цель в том, чтобы вы наслаждались тем, кем Он призвал вас быть, и проходили процесс под названием освящение. Я могу быть несовершенен, но Он преображает меня в свой образ. Я Пол. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Вы лучшие дни впереди. Вы победитель, потому что в вас живет Иисус. Я начинаю серию проповедей о мышлении победителя. Кто из вас хочет быть победителем? Притча 23.7. Это место напоминает нам о силе правильного мышления. Каковы мысли в душе его, таков и он. Ваши мысли определяют направление вашей жизни. Битва за вашу судьбу приходит в вашей голове. Если мы сможем правильно настроить свои мысли, мы направим свою жизнь в нужном направлении. Павел говорит римлянам 12.2. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Чтобы иметь преображенную жизнь, нужно начинать с мыслей. Мне кажется, что многие сражаются с одной мыслью, что все должно быть совершенно. Образ мышления, основанный на перфекционизме, может мешать вам наслаждаться жизнью. На этой неделе я решил сражаться в этой твердыне, мышлением перфекционизма. И сегодняшняя тема звучит как принятие совершенства. Я хочу задать вам несколько вопросов. Приходится ли вам бороться с перфекционизмом? Я задам несколько вопросов, которые помогут вам разобраться. Первый вопрос. Часто ли вы боитесь делать что-то новое, потому что не хотите, чтобы другие видели, что вы не очень хорошо что-то умеете? Например, если я не сделаю все идеально, я не хочу, чтобы кто-нибудь видел мой провал. Возможно, вы перфекционист. Думаете ли вы, что могли бы сделать что-то лучше? Я точно так делаю. Например, после проповеди люди говорят, как все было здорово, но я думаю, что мог бы сказать еще то и другое, что мог бы сделать все лучше. Иногда мне кажется, что проповедь была хорошей, но не идеальна. Моя цель — прочитать идеальную проповедь. Каждый раз я думаю, это должна быть идеальная проповедь. Мне все поставят лайки на ютубе. Пять лет назад был такой случай. Я зашел в туалет перед проповедью. Потом я вышел на сцену. Я начал проповедовать, и мне казалось, что это лучшее послание из всех. Проблема была в том, что никто не сказал мне. А я такой, «Бог так сильно любит меня!» Бог не оставил вас. Лучшие дни ждут вас впереди. Он очистит вашу жизнь. Я вошел в раж. И только через какое-то время Ашер говорит мне, «Слушай, у тебя там туалетная бумага висит». Я был так смущен, я был в зол. Это должна была быть идеальная проповедь. А тут это бумага. Иногда мне кажется, что все идеально. А потом что-то идет не так, как эта бумага. Наше общество одержимо совершенством. Мне кажется, что апостол Петр тоже сражался с ним. Он написал все эти послания. Раньше он был религиозником. Он гнал церковь, потому что он не понимал христианства. Потом он был спасен. Он отдал все Иисусу, но начал сильно сосредотачиваться на том, чтобы делать все правильно. Вплоть до момента, когда он начал раздражаться на самого себя. Потому что перфекционисту живется нелегко. Ему трудно чувствовать удовлетворение в конце дня. Он должен не просто сделать все запланированное, но и сделать это идеально. Павел рассказывает свою историю несовершенства в 19 главе 2 послания Коринфянам. Он пишет, «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил Его от меня. Это жало воплоти мешало Его служению. Это было явное несовершенство, но Господь ответил ему на его раздражение. Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Другими словами, Бога более привлекают наше несовершенство, чем достоинство. Ваше несовершенство – это как приглашение для Божьей благодати. Мне нужна благодать. Кому еще нужна благодать? Возможно, вам не нравится идея, что у вас средние способности в некоторых сферах. Хуже, чем у кого-то. Возможно, вы недовольны тем, где вы сейчас. Сложно радоваться, когда что-то не идеально. Нам нужно переехать в идеальный дом. Машина не идеально чистая. Дети не самые лучшие в школе. Я не могу быть счастлив. Вот что делает перфекционизм. Он приносит беспокойство. Он заставляет вас постоянно что-то делать, забывая об отношениях. Перфекционизм убивает отношения. Цель Бога не в том, чтобы у вас было все совершенно, и вы никогда в жизни не ошибались, и никто не ошибался. Его цель для вас – наслаждаться тем, кем Он призвал вас быть, быть там, куда Он вас поставил, и проходить процесс под названием освящения. Каждый день я становлюсь ближе к Иисусу. Может быть, я не идеален, но Он преображает меня в свой образ. Я не обязан жить в постоянном гневе на себя, мир и на окружающих людей из-за их недостатков. Наше общество культивирует идею идеального, даже на уровне фотографии. Я хочу сделать селфи. Но сперва я сниму пиджак, потому что я хочу показать свой загар. Мы всегда хотим показать самое лучшее в нас. Например, пасторы часто любят фотографироваться на фоне большого числа людей. Не дай Бог показать пустую скамью. Вот я делаю фото. А что мы делаем потом? Мы применяем фильтры. Фильтр — это часть мышления перфекциониста. Он все фильтрует. Давайте и мы этим займемся. Прошу показать фото на экране. Ну, вроде неплохо. Давайте немного увеличим контраст. Да, вот так. Дальше. Теперь добавим тепла. Я хочу выделить мой золотой загар. Да, отлично. Теперь перейдем к четкости. Сделаем фото почетче. Чуть больше, так? Идеально? Нет, не очень. Все было бы идеально, если бы я мог убрать пару лишних килограмм. Но зато у меня красивый волевой подбородок. Еще я добавил бы немного волос по бокам головы. И чтобы усы были более густые. Никак не могу их вырастить. Я пытаюсь стать мужчиной с бородой с самого детства. Я даже не брился на этой неделе. Вы чувствуете, что у вас нет цели в жизни? Если вы не можете сделать что-нибудь идеально. Например, я никто, если не сделаю что-нибудь потрясающее. Это мышление перфекциониста. Люди смотрят. Я должен быть идеальным. Я должен достичь успеха. У нас должна быть идеальная вечеринка. У нас было достаточно пончиков и воздушных шаров. Стулья были слишком мягкие, слишком твердые. Ах, если бы наши дети вели себя хорошо в церкви. Все увидели, как ты ошибся. Знаете, это не здорово. Это твердыня в вашем уме. Враг не спешит разрушать нас. Если он может просто убедить нас во лжи, так он берет вас в плен. Вас пленяет мысль, что вы недостаточно хороши, что вы должны быть идеальны. Вам сложно принимать комплименты, потому что вы не догоняете до своих стандартов? У меня было такое. Когда я заканчивал что-нибудь делать, и люди начинали хвалить меня, делали мне комплименты, и я считал, что они на самом деле так не думали. Что им просто было меня жалко. Они говорили так, потому что мой отец пастор, и они не хотели меня обидеть. Я не верил комплиментам не потому, что они были неискренними, а из-за моего мышления перфекциониста. Он каждый день выбивается из сил, стараясь представлять какую-то ценность, быть достойным. Для него проблема даже поехать в отпуск. Он считает, что должен работать и в отпуске, и на выходных, чтобы все сделать идеально. Упускаете ли вы радость жизни сегодня? Потому что вы слишком заняты беспокойством, что вы не справитесь со всеми задачами в будущем? Перфекционист верит, что Божья любовь, внимание и забота не придут, пока он не станет отвечать высшим стандартам по молитве, чтению Библии, свидетельствам. Я не сделал достаточно для Бога. Я не достоин Его любви. Является ли для вас содержание своей внешности и дома в идеале, важным для получения одобрения окружающих или самоуспокоения. Я не могу успокоиться, если тарелки грязные. Бог не будет любить меня, пока у меня машина и дом не идеально чистые. Нет, это неправда. Это крадет вашу радость и мир. Перфекционизм коренится в гордости. Я сделал это сам. Я сам построил свой успех. Нет, не так. Кто дал тебе это тело? Кто дал тебе эти дары, этот характер? Бог, верни его на трон своего сердца. Дай себе отдохнуть. Не изводи себя. Перфекционизм влияет не только на нас, но и на окружающих, потому что мы видим в других недостатки. Родитель-перфекционист постоянно придирается к своим детям. Ты мог бы сделать лучше. Ты должен был бежать быстрее, бить сильнее. Вы можете подумать, что вы создаете лучшего игрока в гольф в мире. Но что будет в его жизни через 20 лет после того, как ребенок рос с отцом, который постоянно кричал на него, требуя совершенства? Что случится? Когда ребенок растет в таких требованиях, он учится притворяться, работать на публику, человек делает все, чтобы его жизнь выглядела идеально внешне, в то время как он страдает внутри, ищет пути уменьшить давление и необходимость и выглядеть идеальным в глазах других. Все смотрят. Я должен выступить хорошо. Требование быть идеальным убивает. Я дам вам шесть откровений по этой теме, которые мы находим в Божьем Слове. Итак, первое. Перфекционизм не делает вас более успешным. Верьте или нет, но совершенство не делает вас успешным. Перфекционализм — это не то же самое, что и безупречность, или здоровые амбиции. Это неумолимый стандарт, которого никогда не достичь. Это невозможный стандарт. Это нетерпимость к ошибкам. Вы знаете определение совершенства. Это значит отсутствие ошибок, недостатков или дефектов. Шокирующая новость. Никто из нас не отвечает этим стандартам. Неважно, как высоко вы о себе думаете, это недостижимый стандарт замораживает ваши мысли, возводит твердыню в разуме, душит творчество. Он останавливает вас от попыток сделать что-то новое из-за страха не сделать все идеально. Номер два. Он не делает вас более привлекательным. Мы часто думаем, что если мы будем совершенными, люди будут принимать нас, мы будем им нравиться. Или что это защитит нас от отвержения. Но вместо этого перфекционализм создает эмоциональную отчужденность. Он не создает связь. Истинные отношения подразумевают уязвимость. Мы впечатляем людей своей силой, но соединяемся с ними через наши слабости. Неважно, насколько идеально я могу делать свою работу. Важно, что я настоящий человек. Чем я более уязвим, тем больше я доверяю. Вам стоит чувствовать, что вас любят и вам доверяют, потому что я открыт перед вами каждое воскресенье. Я стараюсь быть самим собой. Вы видите меня через... Прекрас. Иногда даже немного смешно. У всех такое бывает. Невозможно быть идеальным. И знаете что? Это делает вас человеком. Мы иногда думаем, что если я буду идеальным, я буду нравиться людям. Нет, вообще-то даже наоборот. Чем вы более идеальны, тем сложнее людям иметь с вами дело. Но если вы будете открыты, люди примут вас. Бог нас такими сотворил. Выше Девр не потому, что вы что-то сделали идеально, а потому что вы дитя Божье. Третье. Перфекционизм забирает драгоценное время. Некоторые люди тратят огромное количество времени на ежедневные дела, такие как уборка, пока все не будет идеально. Но все уже было идеально. Ты неправильно положила тарелки. А ты оставил туалетное сидение поднятым. Или сидение слишком удобное. Люди засыпают на проповедях. Нужно заменить. Или вам нужно сделать тут ремонт. Люди ищут кругом недостатки, тратят на это время. А может быть, все и не должно быть идеально. Мы в процессе. Мы преображаемся в образ Христов постепенно. И вы можете спокойно ложиться спать в конце дня, даже если вы не достигли всего, чего запланировали. Даже если в доме что-то не на месте. Может, нам не стоит жить по таким сумасшедшим стандартам совершенства? Это освободит нас. Номер четыре. Перфекционизм делает вас раздраженным, неудовлетворенным и неполноценным. Когда мы ожидаем идеала, мы никогда не будем довольны. Нас не будет устраивать наша внешность или работа. Если кто-то попробует сделать нам комплимент, мы не поверим. Кстати, я уже проповедовал на эту тему. Это было лет пять назад. Ко мне подошла одна женщина и сказала, «Вы что, не знаете Писание? Будьте совершенны, как совершенен, Отец ваш Небесный». Я ответил, «Да». И я собираюсь обратиться к этому месту в конце серии проповедей. Так что оставайтесь до конца. Я до этого дойду. Она спросила, «Разве мы не должны быть совершенными?» Во время проповеди я сказал, что Бога не раздражает мой сломанный зуб. У меня тут поломанный зуб на нижней челюсти. Я прячу его, когда улыбаюсь. И вот она говорит, «Бог хочет, чтобы я вылечил этот зуб». Я думаю, что нет. А вы заметили, что у меня еще и нос кривой. Я сломал его в детстве, и он так и не выправился. И знаете что? Бог любит мой кривой нос. Также Он любит мой сломанный зуб. Сила моя совершается в немощи. К тому же, то место, о котором вы говорите, «Будьте совершенны, как совершенен, Отец ваш небесный» — это не о внешности. Это как, если бы вы сказали, «Идите в салон красоты, и спортивный зал, как Отец ваш небесный, делает постоянно, потому что все мы стареем, и нам нужно поддерживать хороший внешний вид». Нет, Он не говорил о том, как нужно выглядеть. Иисуса вообще не волновала одержимость фарисеев по поводу омовения рук и сосудов. Он сказал, «Вы чистые снаружи, а внутри вы отвратительны. У вас столько зависти, ревности, грязи». Где там эта бумага? У вас столько грязи, что нам нужно теперь прибираться тут. Вы уж меня извините. Будем проще. Не злитесь на меня. Примите совершенство. Я серьезно. Даже религия, она убивает подлинность, естественность. Она учит людей притворяться и делает из них непримиримых перфекционистов. Мы доставляем страдания себе и другим. Иисус сказал, «Иго моё благо, и бремя моё легко». И если вы устали от стремления к совершенству, придите к Иисусу и найдите мир. «Своей душе». Пятый пункт. Это невозможно и вредно для души. Если вы уже совершенны, то некуда расти, нечему учиться, ни к чему стремиться. Никто не совершенен. Всё время. У всех бывают моменты слабости. Мы бываем нетерпеливы, раздражённы, напуганы и смущены. Стремление к постоянному совершенству не полезно для вашей души. И это ведёт к шестому пункту. Мысли и поведение перфекциониста могут измениться. Надежда есть. Если вы чувствуете себя рабом перфекционизма, сегодня ваш день, день вашей свободы, подпишите свою декларацию независимости. Я расскажу вам три мысли, которые могут привести нас к свободе. Номер один. Повторяйте за мной. Я несовершён. Я не изложил эту мысль, как «ты несовершён», потому что нам легко указать на кого-нибудь и сказать «ты несовершён», пастор Пол несовершён. Но про себя говорить труднее. Я несовершён. Ещё раз. Определение совершенства. Это быть без недостатков. У вас когда-нибудь было такое в жизни? Нет. В Римлянам 3.23 написано «Все согрешили и лишены славы Божьей». Мы все грешим так или иначе. Мы все иногда промахиваемся мимо цели. А цель – праведность. На ней не должно быть пятна или порока. Иначе это неправедность. Я не могу достичь праведности через свои старания. Библия говорит, «Праведность ваша, как грязные одежды в глазах Бога. Неважно, как сильно я буду стараться впечатлить вас, сделать всё идеально, никогда не иметь плохих дней, я не могу сделать это своими силами. Я не могу заработать праведность через свои старания». Но вот вторая мысль, ведущая к свободе. Бог совершен. В Нем стандарт праведности, который мне нужен. Я не буду смотреть на других или на себя. Это позволит мне убрать себя с трона моего сердца. Перфекционизм коренится в гордости. Поэтому пал Люцифер. Он думал, что сам может быть Богом, что Он так же совершенен и свят. В тот же момент Он возвысил себя на престол своего сердца. Перфекционизм коренится в гордости. Я сделал это сам. Я сам построил свой успех. Нет, не так. Кто дал тебе это тело? Эти глаза, уши, руки, ноги. Кто дал тебе эти дары? Этот характер? Бог, верни его на трон своего сердца. Дай себе отдохнуть. Не будь к себе таким строгим и требовательным. Перестань изводить себя. Ты находишься под таким давлением, пытаясь делать все на сто процентов правильно. Ты не сможешь. Ты не достигнешь стандарта совершенства. Псалом 17, 31. Бог не порочен путь Его. Чисто Слово Господа. Он использовал несовершенных людей, но достиг безупречного результата. Он двигался через разбитые сердца людей. Он привел Своего Сына в этот мир. Дал Ему несовершенных родителей. Мария и Иосиф не были идеальными, но Иисус был. Я несовершенен, но Он совершен. Евреям 4, 15 говорит, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Что ведет к еще одной мысли. «Я совершен во Христе. Я совершен не из-за моих стараний. Я очищен кровью Иисуса Христа». Место Писания, которому апеллировала та женщина, это Матвея 5, 48, отрывок из Нагорной проповеди, где Иисус сказал, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Я хочу понять это место Писания, о чем говорил Иисус. Он имеет в виду, что «Мне нужно быть совершенным во всем, во всех делах, а если нет, то я пойду в ад». Нет. Дословный перевод этого слова с иврита звучит как «быть целостным». Иисус говорит, что слово «совершенный» означает «законный, полноценный». Он сказал, «Вы станете полноценными, совершенными, когда Я взойду на крест». В Иоанна 19, 30 совершенный Спаситель раскрыл свои объятия, гвозди в руках, шрамы на спине, терновый венец на голове. И Он сказал, «Свершилось». О чем Он говорил? Для всех перфекционистов в мире, кто никогда не дотягивал до своих стандартов совершенства, для всех религиозных людей, для всех мужчин и женщин, для всех людей, стремящихся к совершенству, Он говорит, «Я несу вам то, чего вы искали всю свою жизнь. Совершилось». Он прощает вас. Он любит вас. Он оправдывает вас перед Богом. Он называет вас праведными. «Моя праведность не приходит от моих страданий, но от моей веры в непорочного агнца Божьего и его кровь, пролитую за меня». Нормально быть не идеальным. Бог не ищет идеальных людей. Он ищет честных людей. Тех, кто скажет, «Господь, я делаю ошибки в своей жизни, я совсем не совершен». Бога привлекает признание нашей слабости. Как вы слышали в проповеди, в Коринфянам, Библия говорит, «Сила моя совершается в немощи». Бог хочет сделать вас совершенными в ваших несовершенствах, потому что только Он совершен. Когда мы открываем сердце, мы признаем, что страдаем от мышления перфекционизма, злимся на других людей, злимся на себя. У меня тоже такое было. Это жалкое существование. Вы ожидали совершенства от себя и от других. Вы постоянно на взводе, вы расстроены, критикуете себя, недовольны собой. Богу не нравится такое мышление. Он говорит, «Оставь свое бремя, не пытайся сделать себя, других, и мир вокруг идеальным». Все и все в мире имеют недостатки. Если мы поймем это и примем нашего Небесного Отца, который любит нас, то наша душа наконец-то успокоится. Мы можем переживать мир и радость. Помолитесь со мной этой молитвой и скажите, «Господь, помоги мне принять мое несовершенство и отдать его Тебе. Господь, я отдаю свое бремя Тебе. Я приглашаю Твою благодать в свое сердце. Помоги мне любить других, несмотря на их несовершенства». Так же, как ты любишь меня. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы молились этой молитвой, мы хотим, чтобы вы знали, что мы любим вас и радуемся с вами. Бог за вас. Лучшие дни впереди. Мы проводим онлайн-трансляции всех служений. Вы можете присоединиться к нам в беседе. Мы будем очень рады. Вот наш сайт. Вы можете там найти эту и другие проповеди. Мы любим вас. Молимся за вас. Никогда не забывайте. Ваши лучшие дни впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова